Всем большой привет! С вами Олеся на канале Готовим Дома! Вы когда-нибудь пробовали самый вкусный, нежный, пропитанный торт, который просто тает во рту? А его яркий вкус невозможно забыть! Сегодня я хочу поделиться с вами именно таким незабываемым тортом, который не только украсит ваш праздничный стол, но и сам станет настоящим праздником вкуса! Друзья, мы с вами приготовим потрясающе вкусный медовик! Сохраняйте рецепт закладки, делитесь с близкими и друзьями и, конечно, подписывайтесь на канал! И начинаем готовить вкуснейший медовик «Медовые соты»! Готовим тесто для нашего медовика. В миску или кастрюльку кладем сливочное масло, всыпаем сахар и добавляем мед. Мед можно использовать любой, но с гречишным медом медовик получится особенно ароматным. Ставим миску на кастрюлю с горячей водой, то есть на водяную баню, и нагреваем, помешивая, пока смесь не станет однородной. В другую емкость разбиваем яйца, добавляем к ним ложечку ванильного экстракта, хорошо перемешиваем. И вливаем яйца в медово-масляную смесь. Все хорошенько перемешиваем до однородности. Снимаем миску с водяной бани. Сразу добавляем соду и еще раз перемешиваем. После добавления соды смесь должна вспениться. Постепенно добавляем просеянную муку и замешиваем тесто. Домешиваем тесто уже на столе. Вот такое мягкое медовое тесто у нас получилось. На ощупь очень нежное. Убираем тесто в пакет или заворачиваем в пищевую пленку. И кладем в холодильник примерно на 30 минут, чтобы тесто немного охладилось. Тесто охладилось. Делим его на 10-12 равных частей. Подпыливаем рабочую поверхность мукой и раскатываем каждый кусочек теста в тонкий пласт. Удобнее раскатывать тесто между двумя силиконовыми ковриками. И вырезаем корж при помощи кольца для торта или тарелки. Диаметр моего кольца 21 см. Накалываем корж вилкой, чтобы он не вздулся во время выпечки. Духовку разогреваем до температуры 180 градусов и выпекаем корж примерно 4-6 минут до золотистого цвета. Время и температуру выпечки даю ориентировочно. Смотрите по вашей духовке. Но готовится корж очень быстро. Медовый корж готов. Вот такой тоненький, золотистый он получается. Будьте осторожны, коржи после выпечки очень хрупкие. Таким же образом раскатываем и выпекаем оставшиеся коржи для торта. И один корж можно сделать декоративным в виде медовых сот. Вырезаем вот такой трафарет соты из картона. И при помощи маленького шпателя вырезаем соты по контуру. Выпекаем корж также до золотистого цвета. Вот такой красивый золотистый корж у нас получился. Друзья, только мне кажется, что он напоминает футбольный мяч. Для красоты можно вырезать из коржа парочку медовых печенюшек. Готовим крем. В чашу миксера наливаем сильно охлажденные жирные сливки. И взбиваем на средней скорости миксера, пока сливки не начнут густеть. Постепенно добавляем просеянную сахарную пудру. И взбиваем сливки до полувзбитого состояния. Примерно вот такой густоты. Теперь в полувзбитые сливки добавляем сметану. И ванильный экстракт для аромата. И хорошо перемешиваем венчиком. Вот такой воздушный, нежный и очень вкусный крем у нас получился. Все готово! Начинаем собирать наш медовик. Блюдо застилаем полосками пергамента, чтобы не испачкать края. Кладем корж. На корж выкладываем часть крема и равномерно распределяем крем. Накрываем следующим коржом. Наносим крем и распределяем. Таким образом собираем весь торт. Бока торта выравниваем кремом. И накрываем медовик нашим коржом с медовыми сотами. Обрезки или один из коржей измельчаем в блендере до состояния крошки. И обсыпаем бока медовика крошкой. Снимаем пергамент. И наш медовик готов! Перед подачей медовик должен хорошо пропитаться, поэтому убираем торт в холодильник на 8-10 часов. После пропитки медовик получается нежнейший и просто тает во рту, как масло. Вкуснее медовика я пока не пробовала. Обязательно приготовьте и попробуйте вы! С таким медовым тортом ваш праздник будет вкусным, красивым и ярким. Гости 100% будут просить рецепт, так что обязательно сохраняйте медовик, чтобы не потерять. Ну а ваши впечатления я, как всегда, буду ждать в комментариях. Спасибо вам за внимание, дорогие мои! Ставьте лайки и подписывайтесь на канал Готовим Дома! Ну а я прощаюсь до новых вкусных рецептов! С вами была Олеся, скоро увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok